В нынешнем году празднование профессиональных праздников работников дорожного хозяйства и автомобилистов пришлись на тяжелое для всего края время трагедию, которую ливни принесли в Туапсинские и Абширонские районы. Потому отмечать праздники представителям этих профессий было некогда. Многие отправились на место ЧАЭС, чтобы помогать восстанавливать ущерб нанесенной стихии. С большой благодарностью к людям нелегкого дорожного и транспортного труда на днях в районной администрации прошло чествование лучших представителей этих отраслей. Профессиональные праздники тех, кто строит и обслуживает дороги, и тех, кто перевозит по ним людей и грузы, отмечаются друг за другом. Потому в районной администрации сложилась традиция собирать за одним столом людей двух этих неразрывно связанных отраслей. На торжественный приём были приглашены лучшие представители таких известных в районе предприятий дорожной отрасли, как Славянская ДРСУ, а также ДПМК Славянская. Дороги и мосты района – их безопасность. И даже декоративное озеленение. Строительные работы по благоустройству в городе и районе – это их заслуга. Можно сказать, что именно труд дорожников создаёт первое впечатление о территории у всех, кто посещает наш муниципалитет. С каждым годом их работа становится всё интенсивнее. Увеличение трафика способствует быстрому износу полотна, но предприятия не стоят на месте. Используя новые технологии, модернизируя производство, они делают всё возможное для комфортного передвижения жителей и гостей нашего муниципалитета по территории района. С благодарностью за ежедневный труд к приглашённым на приём обратился председатель районного совета Григорий Литовко. Я от всей души поздравляю вас с этим профессиональным праздником. Спасибо вам, что вы прикипели к этой отрасли, проработали там. Я вижу ветеранов много в этой отрасли, которые отдали лучшие, наверное, годы своей жизни автомобильному транспорту. У автодорожники, которые и в зной, и в холод, и в дождь, но надо делать дороги. И особенно сегодня, когда строится это А-289, будет строиться дорога, тут же выпадет на вас. Неразрывно с дорожниками связаны и те, кто осуществляет по этим транспортным артериям перевозки грузов и пассажиров. В Саинске-на-Кубани передвижение по городу осуществляется благодаря предпринимателям, организующим работу маршрутных такси. Большое количество автобусов малой вместимости или, как принято говорить, маршруток, продуманная логистика позволяют за короткое время добраться в любую точку города. Одним из социально важных для славянцев является четвертый маршрут. На нем работает предприниматель Виталий Дизендорф. Машина, которая возит пассажиров по этому маршруту, является одной из самых комфортных в городе. Мы всегда работаем для наших жителей, для славянцев, поэтому это для людей, конечно, автобус взят, чтобы им было удобно. Дверь автоматическая, можно в полный рост стоять в автобусе. Маршрут социально важный, то есть ходит он, всего один автобус обслуживает, без выходных, то есть каждый день и в непогоду, и в дождь, и в снег, и в жару. Этот автобус постоянно на маршруте. Виталий говорит, что работа маршрутчика не такая легкая, как может показаться. В салон за день заходят сотни людей, и не у всех из них хорошее настроение. Потому водитель должен быть не просто профессионалом своего дела, но и дипломатом. Эмоциональная нагрузка очень большая идет на водителя, потому что, как вы правильно заметили, настроение у людей разное, люди разные. Кто-то несет позитив в салон автобуса, кто-то несет негатив. И водителю самое главное сохранить позитивное такое настроение в автобусе, чтобы люди себя чувствовали комфортно в автобусе и в хорошей обстановке. Много добрых слов благодарности в адрес собравшихся прозвучало во время приема. Ведь их труд порой незаметен, но его отсутствие вызвало бы глобальные проблемы. Развитая дорожная сеть, наличие квалифицированных перевозчиков – это залог экономического и социального благополучия территории. Традиционно торжественный прием завершился награждением приглашенных благодарственными письмами от имени главы района, а также ценными подарками. Мария Климова, Игорь Ванчугов, программа «События».